Достаточно сложная и неожиданная ситуация для финалисток нового телевизионного проекта была создана около оперного театра. Для того, чтобы стать победителями этого проекта, они должны взаимодействовать с прохожими, рассказать им о нем и убедить стать подписчиком своего контента и проголосовать за себя. Проект называется «Ты топ-модель. Битва сибирских городов». Мы соревнуемся в Новосибирске и Красноярске. Девушки-модели, которые проходят обучение, подготовку определенную и дальше проходят испытания, будут как раз в проекте биться за первое место. Это на выбывание реалити, поэтому девушки жутко волнуются, проходят испытания, но это в целом очень интересно. Программу предполагается транслировать одновременно в двух городах – Новосибирске и Красноярске, где каждый телезритель сможет принять участие в голосовании. За понравившуюся участницу голосовать можно будет и на ВК-платформе, где будут выложены все серии реальти-шоу. Всего в проекте 100 участниц. В Новосибирске, так как это выбывание, у нас сейчас к концу третьей серии, у нас всего 12 девушек осталось. А было? Было на кастинге, пришло где-то 50. Сейчас у нас 12 девушек, даже 13, но в финал попадет от 6 до 10. Те девушки, которые пройдут в Красноярск и дальше там будут проходить испытания. Что же касается самих участниц, то в проекте принимали участие горожанки разных возрастов, которым стал интересен кастинг, съемки и испытания. Я думала, что я буду преодолевать, но на самом деле я просто, мне нравится, когда много людей, много красивых женщин. Моя вся жизнь связана с красотой, со здоровьем, с женщинами. И, в общем, преодоления здесь никакого не ощущаю, но получаю очень много таких положительных эмоций. Но так как проект про преображение, я думаю, что все равно я найду какие-то аспекты в своей личности, которые изменятся. Участие в проекте для многих стало поводом и пересмотра своей жизни, вернее, ее распорядкой и насыщением событиями. Я сюда пришла с определенной целью не только за победу, я пришла сюда раскрепоститься, стать легче, интереснее, больше себя любить, дарить себя красивую окружающим. Вот, собственно, это моя цель, не только победа, конечно. Итак, победительницы финального испытания поедут в Красноярск, чтобы состязаться с участницами из этого города. И тогда мы узнаем ответ на вопрос, где живут самые красивые, смелые и умные девушки, которые решили стать топ-моделями, несмотря на возраст и особенности фигуры. Продолжение следует...